И снова здравствуйте! Меня зовут Михаил. Сейчас мы будем собирать АКПП А6МФ1. Корпус я уже помыл. Сейчас нужно перемывать все детали внутренности коробки. Мы будем прям все это делать поэтапно. Покажем кратенькое видео, как мы это все делаем. Кстати, хотел бы напомнить, в каждом нашем техцентре вы можете починить свою АКПП, если она корейского производства. По стоимости можно узнать у наших менеджеров, либо на сайте нашей компании. Сейчас мы начнем в первую очередь, что нужно установить ступицу центральную, то есть с подшипничками. Над нее уже накидываются остальные детали. Как все знают, проблема этих коробок – выкручивающиеся болты. Обычно происходит при перегреве и двигателя, и коробки. Металл расширяется, болт выкручивается. Также это связано с тем, что на заводе то ли забывают, то ли экономят. Не знаю почему. Не на всех коробках есть избовой фиксатор. При сборке всем рекомендую собирать вот эти болтики обязательно на резьбовой фиксатор, чтобы они приклеивались хорошо. Они далее не выкрутились самостоятельно и не повредили вам пакет фрикционов. Кстати, возможно, в ближайшем будущем снимем пару видео. Если получатся и разборки, сборки, то есть, конечно, было бы интереснее сборки и разборки, но можно будет снять. Как минимум, процесс сборки. У меня уже есть коробка, она в разобранном состоянии. К сожалению, наш оператор не всегда может присутствовать с нами, поэтому не получается снять интересное видео. Оператор это вырежется. Все, болтики. Миша, а у нас что, тремя болтами фиксируется? Конечно, тремя болтиками фиксируется ступица. Но не переживайте, сейчас сверху прикрутится корзина, которая в предыдущем видео. Помните, я показывал, как ее порвало? Из-за того, что замкнул гидра... Господи... Из-за того, что замкнул соленоид. Вот. Тут сейчас прикрутится корзина, она прикрутится насквозь и зажмет еще сильнее ступицу. Кстати, на этой ступице, ты не зря заметил, крепятся практически все детали нашей коробки. Переворачиваем ее. Начинаем накидывать сюда пакеты и все остальное. Чтобы понять, какая запчасть там стояла, смотрите, на каждом пакете у нас есть свой рисунок. Вот он, видите, кстати. Обратите внимание, какие пакеты черные. Все спросят, они же вроде еще живые. Ребята, они подгорели? Они очень хорошо подгорели из-за того, что вот насос сдох и на ней продолжали ехать с замкнутым пакетом. Все подгорело, поэтому мы меняем весь пакет. И обратите внимание, как выглядят новые пакеты. Совершенно другой вид. Они выше и шире, и не такие черные. Разница как бы на лицо. Они вставляются поштучно. Если вставить все сразу, по-любому промажешь. А не еще, видишь, каждый пакет имеет определенное количество прорезей. Каждая прорезь, она для своего места, чтобы ты собрал пакеты правильно. То есть здесь у нас будет гидроблок, там здесь у нас, видите, пустота. В предыдущем видео, помните, мы снимали коробку А8ЛФ. Так эта коробка у нас гораздо проще. Те коробки новые А8ЛФ славятся тем, что у них хороший накат. В целом, даже если повернуть колесо, машину поддеть на подъемки, провернуть колесо, оно практически сразу остановится. Потому что сама коробка, всем пакетом фрикционов, они скользят с каким-то небольшим усилием, и они будут тормозить колесо. А те коробки, то есть если вы поднимете и провернете, они сделаны таким образом, чтобы она лучше скользила. Все, дальше тормоз. Кстати, у него тоже, видишь, свое место должно быть. Вот так. Кстати, хотелось бы отметить, что не все пакеты нужно, ну, имеется необходимость менять. Вот видите, последний пакет нашей коробочки, который вот перед крышкой стоит в корзине, ну, то есть вся эта муфта, он не меняется, потому что он в хорошем состоянии, зачем его менять, видите? Тут еще ему служить и служить. Мы его просто помоем и поставим обратно. Муфту мы уже помыли. Сейчас еще осталось помыть пакет. В коробке А8 LF аж целых три планетарных передачи. Здесь она всего лишь одна. Видите, вот она здесь как раз. Самое важное, не терять вот этот подшипничек. Он очень важен. Да и вообще нельзя ничего терять в этих коробках автомат, иначе после сборки придется ее заново разбирать. Задняя часть практически готова. Не забываем ставить сюда втулочки резиновые. Их нужно проверять. При необходимости, если они сильно запеклись, их необходимо заменить. Не помажешь, не зайдет. Ну что, теперь мы собираем внутреннюю часть коробки. Для начала нам нужно установить вторичный вал. Самое важное, защелку парктроника. Вот так она выглядит. Сейчас мы ее сполоснем. Чистенькая была. Все, залетает как родной. Так. А это держит на теле. Угу. Кстати, любителям оставлять машину без стояночного тормоза. Посмотрите, насколько тут все это хлипенько. Да, это в принципе держит. Но, честно говоря, я бы все-таки стояночным тормозом пользовался. Ну есть, да. Такое мнение, на самом деле, что... Потому что это не должно держать автомобиль. Я так понимаю, вот этот паз со временем разбивается. Да, да, да. Он становится меньше. И... Есть возможность того, что машина может покатиться, если будет сильный уклон. Да, наверное. Поэтому ручной тормоз никто не... Стояночный тормоз, да, обязательно. Не ручной, а стояночный. Стояночный, правильно. Ручной. Он может быть и ручной, и ножной, и кнопочный. Он называется правильно стояночный. Все, понял. Исправность. Угу. Угу. И, наконец-то, мы подошли к тому, в принципе, из-за чего все и началось. Корзина, которая у нас лопнула. Вот она. О, кстати, не выбросил. Кстати, вдруг кому нужен номерочек этой корзины. Вот он. 45-615-3B600. Хотелось отметить то, что, слава богу, хотя, может быть, и есть, конечно, какие-нибудь аналоги, но у нас только оригинальные детали. Мы используем только их для ремонта АКПП. Любой. Вот так вот выглядит новая корзина. Видите, она все цельненькая, новенькая. Посмотрим. Со старой хоть похоже. По-моему, один в один, да? Да. Да. Вот видите, как и эту порвало здесь. То есть выдавило стопор здесь. Его прям выплюнуло отсюда. Вот здесь все целое. Ну, как бы она довольно-таки крепкая. Не думайте, что она развалилась, потому что она слабая. И она развалилась, потому что была неисправлена электронная система. То есть из-за того, что замкнул соленоид ее просто выдавило. Все, вот она ставится в свое место. То, что я говорил, что ступица будет перекручена хорошо, чтобы вы не переживали. Вот еще, видите, сколько крепежных болтов. Сейчас мы их и будем закручивать. А вот, ребят, те самые болтики, которые зачастую являются причиной поломок большинства коробок А6МФ1,МФ2. То есть, видите, они здесь какие-то болтики. Видно, что были с фиксатором. Ну, вот он, остатки герметика. А один, например, без. Почему так сделано, не понимаю вообще, если честно. Как будто специально его оставили. Видите, все. Раз, два, три, четыре, пять штук. Все с фиксаторами и один без. Закручивается это все дело торексом на 40. Желательно динаметрическим ключом. Что теперь? Дальше, после того, как мы прикрутили корзину, нам нужно прикрутить поршень. Сначала прикручится вот эта часть. То есть, поршень делится на несколько частей, которые давят на пакет фрикционов. Вот так это все выглядит. Ну, сейчас увидите, как это все будет собираться. Сначала прикручится вот эта часть. Она вставляется вот сюда. И здесь два болта, сутки на шесть. Кстати, самое интересное, мы когда подбирали запчасти, очень удивились. Почему-то вот эти болты, которые я прикручивал перед этим динаметрическим ключом, они обозначаются в программе как М6. Но по факту это болты М8. Поэтому, когда вы будете подбирать болты, смотрите, не перепутайте их. Почему? Потому что вот здесь болты как раз М6. Далее нужно обязательно промазать два колечка резиновых. Маслечко. Хорошенько. И аккуратно вставляем сам поршень-толкатель на место. Все. Здесь у нас устанавливается пружинный механизм, который его поджимает. И стопорное кольцо. Дальше новый пакетик фрикционов. Это как раз тот самый пакет, который раздавило. Видите, как он выглядит. Смотрите, какой красивый. И вспомните, какой был страшный предыдущий. Вот, ставим его на место. Как можно проверять, правильно ли ты все собрал. Вы видите, тут как все заподлицу сложится. Если бы все правильно набрался пакет, он прям в корзину ляжет идеально. Далее заканчиваем собирать муфту. Мы вставляем в корзину, которая приводит в действие весь этот механизм. Главное, то есть попасть в нужный паз. Внутренний, видите, вот он видно даже прям побуксовал. И вот он, сгоревший пакет. И вот так вот, смотрите, выглядит новый. Это у нас получается предпоследний пакет. Все, все пакеты мы уложили. Проставочно-дистанционное колечко уложили. Теперь осталось ставить сюда вал. И не забыть, в валу еще одна корзина и еще один пакет фрикционов. Его мы тоже поменяем. Скажем так, он еще более-менее живой. Но именно весь этот механизм был сильно задавлен. Поэтому мы не будем рисковать. Поставим новый, чтобы не было никаких ни пинков, ничего остального. А это новый пакет сцепления. Видите, какой он красивый. Этот пакет, кстати, примечателен тем, что фрикционы находятся на обоях. И на ведущем, и на ведомом диске. С одной стороны они полностью стальные. С другой стороны на них, на всех фрикционы. И тот, что крепится к муфте, и тот, что крепится к чашке. Вот наш последний пакетик. Мы его будем потихонечку собирать. После его сборки можно, в принципе, вставлять его в коробку. Останется после этого вал вставить на место и прикрутить масляный насос. Идеально. Дальше, дальше, дальше у нас будет красивая деталь. Да, красивая. Вот она. Такс. Кстати, ребят, масляный насос. Номер его. Программа. Новый масляный насос. Очень красивая вещь. Так, что нужно сделать? Нужно просто его взять и прикрутить, а потом в сальничек залить маслечко. Получается, был не приклеен один болт. Самый важный, кстати. Хотя, в этой коробке он еще не открутился. Новый фильтрочек. Смотрите, красавчик какой. Мобис. На двухболчках, да? Да, на двухболчках. Там прокладочка резиновая. Смотри, вон она зелененькая, видно? Он четенько там засасывает, как положено. Кстати, помните, на коробочке А8ЛФ я вам говорил о том, что вот здесь вот должна быть проточка и стоять такая вот резиновая втулочка, как здесь вот. И тогда, видите, вот этот подшипник, мы его не меняем, потому что он целый, с ним все в порядке. Его ничего не съело. В общем, будет еще бегать, потому что хорошее маслоподача. Готов? Всегда. Ну что, ребят, после того, как все проверили, все везде обезжирили, где нужно помазали, где не нужно не мазали, можно закрывать корпус. Корпус коробки собрали. Обязательно меняем сальнички. Сальнички одноразовые при разборе и сборе. То есть, ну, лучше сразу поменяйте. Как вы помните, шлейф у нас был поврежден во время ДТП. Поэтому мы заказали новый. Вот он, номерочек от него. Подойдет он вам или нет, я вам говорить не могу. Каждая запчасть подбирается по ВИН-коду. Это конкретно от Kia Sportage. Какой конкретно, он там, ну, не могу сказать. Это больше, наверное, вопрос запчастистам. То есть, если вам нужно что-то подобрать, вы обращайтесь к нашим менеджерам, они подскажут вам номера запчастей именно для ваших автомобилей и могут подобрать его по ВИН-коду, потому что они разные, если честно, все. Шлейф вставляем аккуратненько. Ничего не сломайте. Здесь все очень нежное. Особенно вот эта вот часть. Именно вот в этой части был удар. Гидроблок, как я уже говорил, мы отдавали в опрессовку, его опрессовали, все проверили. Гидротрансформатор также был разобран. То есть, разбирается он каким способом. То есть, он ставится в специальный станок. Вот тут, видите, сварочный шов. Этот шов разрезается. Вот прямо видно, как распил был. А потом в другом станке это все дело заваривается. Аккуратненько вставляем на место блок клапанов. Не забываем про вот эти вот резиновые втулочки. Вот если они сильно продавлены, их нужно заменить. В нашем случае они хорошие, мы их оставили на месте. Дай под датчик температуры. Крышка, как я говорил, у нас новая. Потому что машина была в ДТП, и ее меняли. Если бы, конечно, не шлейф поменяли, было бы, конечно, меньше проблем. Но, к сожалению, будем ремонтировать автомобиль до этого, этого не сделали. Крышка хоть и новая, но прокладочку мы на нее, на всякий случай, поставим тоже новую. Потому что резиновые прокладки считаются в основном одноразовыми, чтобы не было проблем утечий, чтобы не вскрывать коробку еще раз. Она не так дорого стоит, но ее поменяем. Здесь в крышке, видите, все направляшки, дистанционные втулочки черного цвета, а две белые. И они, если вы обратите внимание, они чуть-чуть уже, это направляющие, то есть под болты. Лучше всего начинать прикручивать, наживлять именно с них. Перед установкой крышки не забудьте проверить, на месте ли стопор вала, переключение передач. Самое важное, как я говорил, при установке насоса нужно обязательно залить масло в гидротрансформатор и в сам насос. Это необходимо для того, чтобы насос смазался и при запуске двигателя у вас не было масляного голодания. Все до характерного щелчка. Конкретно в этом автомобиле объем 7,3 литра масла мы зальем ровно 8, а после прогрева, ребяток после установки, после прогрева сольют лишнее масло. И на этом ремонт нашего КПП окончен. Сейчас я прикручу сюда фиксатор бублика, чтобы он не выпал при транспортировке. Здесь, где нужно, я поставил заглушки. И после этого мы отправим ее в наш новый техцентр, который находится по адресу города Долгопрудный, Лихачевский проезд, 18-го. Куда вы можете привезти свой автомобиль и там тоже его починят так же, как и у нас здесь на Алтуфлифах. Спасибо за то, что смотрите наш канал на Ютубе, Дзен, ну и вообще везде. Приезжайте к нам. Мы починим все, что у вас сломалось. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»